Точка в путешествии В Киевском аэропорту Исинок и Увана встречают как почетного гостя многочисленные делегации японского посольства и несколько телекамер. Журналистов предупреждают, господин Увана стесняется прессы, поэтому интервью не больше пяти минут, а журналисты должны пообещать, что после этого оставят в покое пожилого японца из Житомира и его семью. С родственниками в Японии Исинок и Увана общался через переводчика. За 60 лет отсутствия он почти забыл родной язык, а на русском до сих пор говорит с сильным акцентом. Но это не обрачило радость от встречи. Маленький домик на окраине Житомира. Здесь живет Исинок и Увана, и его семья. В доме скромная обстановка. Во дворе цветущие вишни, как напоминание о японской сакуре. Соседи настолько привыкли к Исиноке, что считают его почти украинцем. Ну, дуже добрый сусід, прекрасные люди, хорошие дети. И як сусід, и як людина. Це прекрасные люди. Соседи особо ценят трудолюбие Исиноке, мол, он все в доме починить может и никогда не откажет в помощи. И спокойный мужик, трудолюбивый. Ну, вообще, все попроси было, и он поможет всегда. И вообще, все. Как Исиноке занесло в украинскую глубинку, его соседи никогда особо не интересовались. В семье рассказывает только некоторые детали биографии. Он попал в Советский Союз в 1939-м. Часть, в которой он служил, была разбита под Холхенголом. Затем бывший солдат оказался на Сахалине, познакомился с украинкой и переехал в Житомир. Тут Исиноке работал кочегаром котельной, а в прошлом году решил послать весточку в Японию, мол, жив-здоров. Это оказалось неожиданностью для его братьев и сестер. Они считали, что Исиноке Увана погиб во Второй мировой войне. И даже получили от японских властей официальное подтверждение. Когда бывший солдат через 60 лет приехал в родные места, ему выдали специальное удостоверение о восстановлении в списках живых. Но родину пожилой японец не узнал. Из аэропорта в Житомир бывшего солдата японской императорской армии увез джип с дипломатическими номерами. Теперь семья Увана ждет ответного визита родственников из Японии. Александр Лукьяненко, Сергей Срибный и Александр Сахневич. Первый канал. Украина. Спасибо.